С нами на связи Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Приветствую вас. Андрей Владимирович, так что же на самом деле произошло, поскольку мы сейчас слышим, ну и видим эту информационную пропагандистскую волну со стороны Российской Федерации, о том, что это якобы, ну как всегда, сделала Украина. Что же произошло на самом деле? Никогда такого не было и вот опять. Совершенно верно, вы с языка сорвали. Да, очень правильное заявление господина Гросси. Ну, напомним о том, что самая крупная ядерная станция, атомная станция в Европе, захвачена военным путем военными преступниками Российской Армии, и это уже само по себе, по определению, требует немедленного реагирования со стороны мира и однозначной оценки. Такая оценка существует. После захвата неоднократно территория Запорожской атомной станции именно со стороны российских захватчиков превращалась в поле для реализации различного рода провокаций. И зафиксированы в том числе и запуски беспилотников русскими оккупантами с территории Запорожской атомной станции, и это происходит и по сегодняшний день, зафиксированы минометные обстрелы с территории станции, что категорически запрещено, также применение систем, реактивных систем залпового огня, минирование территории станции, размещение на ядерном объекте, на секундочку, вооруженных сил, оккупантов и в том числе тяжелой военной техники, что категорически запрещено. И различные провокации, которые регулярно происходили, ну вот сегодня только потеплела очередная провокация русских оккупантов. Украина не имеет никакого смысла, и безусловно, Украина этого не делает. Силы безопасности и обороны к подобного рода провокациям на ядерном объекте не причастны. Для нанесения какого-либо удара, тем более тем смешным дронам, осколки которого они якобы показали, по территории станции. В этом нет никакого ни военного, ни любого другого смысла. Единственная цель этой провокации, это собственно пропагандистская истерия со стороны самой так называемой Российской Федерации. Андрей Владимирович, я знаете, вас уточню. Ну а стоит ли так рисковать ради вот этой проведения этой информационной кампании? Но они разве не понимают, что любая провокация, которая выйдет неудачная, но может обернуться большой трагедией? Не только для Украины, но и для самих оккупантов. Все помнят поговорку про обезьяну с гранатой. Ну в данном случае не хотелось обидеть приматов, но речь идет о оккупантах с ядерной боеголовкой, ядерным реактором атомной станции. И эти люди способны на многие вещи. Мы помним, что было с Коковской ГЭС, и возможно ее не планировали уничтожать полностью и в такой способ. Но как у них получилось? На самом деле расчет делается на то, что запорожская атомная станция – это хорошо защищенный объект, и собственно все технологические процессы, которые проходят, достаточно хорошо защищены. И провокация с этим дроном на технологический процесс, на ядерную безопасность не повлияет. На самом деле это очень неумная и опасная логика противника. И безусловно мир должен реагировать соответствующим образом. Андрей Владимирович, еще хотел бы с вами, знаете, обсудить. Вот буквально вышли с вами на связь, и пришла новость, как я понимаю, да, от Гурминобороны Украины в телеграм-канале. Да, сообщают и подтверждают, что в Российской Федерации, как отмечается, выгорел ракетный корабль «Серпухов». Да, и вот детали там расписываются, что действительно там случился пожар вместе в Балтии с Калининградской области Российской Федерации. Ну и, по сути, он вышел из строя. Да, отмечается, что «Серпухов» — это российские суднопроекты 21.631 «Буян-М», которые спустили на воду в 2015 году. И из-за пожара в середине ракетного корабля полностью, да, уничтожены его средства связи и автоматизации. И, соответственно, восстановление боеспособности «Серпухова», конечно, дело будет требовать очень большого времени. Ну и далее я вот отмечу, что, возможно, кто следит за сообщениями ГУР Минобороны Украины, официальными сообщениями и позициями, источниками, да, когда говорится о том, что... Вот я не знаю, поймут ли россияне, Андрей Владимирович, как вы считаете? Помните, у нас были хлопки, Бавовна, а тут вот мне нравится, тоже хорошо. Гуркит. Да, возможно, россияне, они так поймут, где-то загуглят, что это означает. Ну, такая словесная аналогия интересная. Так вот, Гуркит, не зная мэж. Андрей Владимирович, может, ты как-то немножко приоткроете занавес? Стоит смотреть на то, что произошло, и на действия ГУР Минобороны Украины как-то связывать эти вещи? Ну, или просто мы будем наблюдать в дальнейшем подобные случаи, только предполагая, что же произошло на самом деле? Да, Гуркит, это, конечно, не кот, который служит в ГУРе. Да, это грохот, который слышат оккупанты, который является прямым следствием геноцидной войны путинской России против Украины. И за свои действия приходится отвечать, да, Серпухов сгорел на работе. Это мы можем сегодня констатировать. Это факт. И безопасных мест для военных объектов государства-агрессора на территории так называемой Российской Федерации просто не существует. Мы не будем говорить о том, кто это сделал, какими средствами это было сделано. Но факт остается фактом, Серпухов на очень долгое время убыл, ну, наверное, на больничестве. А вот, Андрей Владимирович, смотрите, если мы говорим о том, что на территории Российской Федерации сейчас есть люди, настроенные против путинского режима, против диктаторского режима Владимира Путина. Скажите, вот по вашим данным, по вашей информации, в целом, да, какого масштаба вот этот протестный, возможно, партизанский настрой? Потому что пропагандисты рисуют картинку, что все за Путина, а все как один готовы идти умирать в Украину. Но на самом деле, да, что мы должны понимать о тех протестных и, возможно, партизанских настроениях, которые, ну, как мы понимаем, то там, то здесь, то далеко, то не очень появляется и проявляется на территории Российской Федерации? Ну, очевидно, пока еще недостаточный масштаб для того, чтобы сместить преступный режим в Кремле. Но, тем не менее, масштаб, который набирает обороты. Мы это видели и по недавним событиям в Белгородской и Курской областях по протестам в Башкортостане, в том числе по различным единичным акциям протеста и прямого действия. Это и горящие военкоматы и многое другое. То есть есть растущее понимание среди граждан Российской Федерации о том, что других методов борьбы не осталось. И, собственно, преступнику власти это тупиковый путь. Это понимают многие в бизнесе, многие уже среди силовиков и также, конечно, среди молодежи и молодого поколения, которое не хочет жить в тюрьме народов, которое не хочет жить в концлагере и которым кормят лишь пропаганда из телевизора. Поэтому, безусловно, такие отважные действия будут продолжаться и результаты будут также и в больших масштабах. Ну, я думаю, Андрей Владимирович, знаете, вот далее я хотел бы перейти с вами как раз на вот те акции, которые происходят. Ну, акции, конечно, это слово мы можем закавычить, да, но все же, вспоминая вот тот теракт в Крокус-Сити-Холе и с учетом вот последних пропагандистских вкидов по поводу того, что все подозреваемые, избитые, искалеченные российскими спецслужбами, так называемые подозреваемые, якобы, да, дали показания, которые говорят о том, что все они как один, да, пытались прорвать границу и ехать прямисенько в столицу Украины, Киев. Я думаю, Андрей Владимирович, вы видели эти кадры, ну, или читали соответствующую информацию. Как вы прокомментируете то, что увидели зрители со своих экранов, телегаджетов и телефонов? Ну, для всего цивилизованного и думающего мира это не имеет никакого значения. Это фарс, бред и, понятно, после того, как весь мир увидел, как обвиняемому, возможно, преступнику, отрезают ухо силовики. Это делается публично и на камере. Понятно, что эти люди будут говорить все, что угодно, все, что их заставит сделать ФСБ и все это путинское гестапо. Вопрос в другом. Почему обвиняет Украину, понятно. Ну, все, что не случилось, везде виноват Бандера, Шукевич, украинцы и так далее. Но почему сегодня Путин превратился на главного адвоката, главного адвоката ИГИЛ в мире, вот это очень интересно. То есть ИГИЛ говорит, что они совершили теракт, весь мир говорит, что ИГИЛ совершил теракт. Но Путин уперто продолжает говорить, нет, ИГИЛ не виноват, виновны украинцы. Ну, наверное, это еще одна новая грань поддержки терроризма со стороны путинского режима. И, безусловно, ей необходимо дать должную оценку. В Минобороны Российской Федерации заявляли о том, что этот теракт и то, как это предоставили официальные лица РФ, представители спецслужб, пропагандисты. Ну, якобы это Украина, ну, понятное дело, что это бред, это выдумка. Они используют эту ситуацию просто, чтобы обвинить наше государство во всем, что происходит на территории Российской Федерации. Но именно Бароны Российской Федерации говорили, Андрей Владимирович, о том, что это якобы дало определенный толчок этим желающим принять участие в войне Российской Федерации против Украины. И отмечали, что очень много добровольцев пошли, все как один, военкоматы для того, чтобы защитить свою родную родину. Андрей Владимирович, что вы скажете по этому поводу? Это просто заявление со стороны Шойгу, к примеру, или действительно это имеет какой-то эффект усиления этих мобилизационных процессов и желающих пойти воевать против нашего государства? Это очередное вранье Шойгу и компании, которые вместе с Коношенковым уничтожают десятками Хаймерсы, Патриоты и Ф-16. И уже давно, и даже несколько раз освободили оккупированные русскими же крынки от украинских сил безопасности и обороны. Поэтому обращать на это внимание не стоит. Тут логике не подается ничего, кроме фактов. А факты такие. Путинский режим, силовики и спецслужбы были предупреждены по различным каналам, и публичным, о которых мы знаем, о сообщениях, в том числе американской стороны, и непубличным по линии своих спецслужб. И еще с середины февраля о теракте в Крокусе, который готовился. И они приняли сознательное решение не противодействовать реализации этого террористического акта. Чем так или иначе превратили Путина и его спецслужбы в прямых соучастников этого преступления против гражданского населения? А я могу лишь повторить о том, что да, Украина ведет сложную, тяжелую, драматическую, трагическую, кровавую и героическую освободительную войну против захватчиков и оккупантов. Но как бы ни было сложно, мы остаемся людьми и цивилизованной страной, цивилизованным народом. Украина освобождает свои земли и воюет с захватчиками в военной форме. Мы не воюем с гражданскими, с детьми, с женщинами. Этим занимается именно путинский режим и путинские нацистские спецслужбы. Он начинал с этого свою военную карьеру, ну и в общем-то так же ее и продолжает. Военно-политическую, преступную, можно по-разному ее называть. Андрей Владимирович, вы сказали о том, что спецслужбы никак не реагировали. Ну, они просто как? Они, как говорится, умыли руки, да, как Понтипилат? Или они, ну, скажем так, под колпак эту операцию взяли? Как-то помогали ее моделировать, да, с учетом расстрелов, возгоранием и так далее, и так далее? Помогли, по сути? Прямого ответа я тут пока дать не могу, но факт о том, что были поинформированы и приняли решение не противодействовать, а это значит наблюдать, да, собирать информацию. Это, безусловно, было. А не противодействие преступлению — это прямое соучастие в преступлении. А как вы смотрите в целом на то, что спецслужбы разных стран предупреждали Российскую Федерацию? Это как? Это просто такая история чисто между спецслужбами, что неважно, какая страна, но для меня это то же самое, что, я не знаю, там, Ким Чен Ина предупредить, я не знаю, Башара Асада. Да, по сути, диктаторский режим предупреждает о том, что это произойдет. Или просто это... Так ведет себя цивилизованный мир. И цивилизованный мир противостоит сегодня, он не воюет, воюет Украина. Но противостоит диктатуре Путина и его гибридной войне против всего мира. Против НАТО, против Европейского Союза. Цивилизованный мир не воюет с гражданским населением России, неоднократно об этом говорит. Именно поэтому, несмотря на все отвратное отношение демократических стран к убийце Путину, когда есть информация о возможных жертвах среди мирного населения в результате кровавого теракта, то такое предупреждение идет публично, напомним, публично. И своих граждан, которые находятся там, ну и, в общем-то, всего населения этого государства. То, как поступил с этой информацией Путин, ну, превратило его в соучастника этого преступления. Угу. Адам Владимирович, далее хотел бы с вами поговорить о так называемой, или как вот, продолжающейся мобилизации на территории Российской Федерации. Что сейчас, по данным ГУР Минобороны Украины, с восполнением потерь живой силы армии противника на территории Украины, возможно, с планами, поскольку и, кроме того, глава украинского государства Владимир Зеленский заявлял о том, что планирует в ближайшее время набрать 300 тысяч человек, да? Каковы данные по этому поводу у ГУР? Мобилизационные мероприятия в государстве агрессор не прекращались и усилились, мы уже констатируем, касательно призова весеннего после выборов Путина. Да, количество призывников увеличилось, и хотя им обещают, их матерям обещают, что на территорию Украины их не пошлют в роли пушечного мяса, но это тоже уже было. И были обещания Путина о том, что срочники в Украине воевать не будут. Но на самом деле воевали, гибли, попадали в плен, и все это известно. Что касается... Ситуация эта прогнозирована, вся информация присутствует. В первую очередь идет речь о восполнении потерь и комплектовании тех подразделений, которые наиболее пострадали после очередных безуспешных действий российской оккупационной армии в Украине. Я прошу прощения, должен отключиться. Есть следующее важное мероприятие, поэтому, если можно, просил бы, чтобы это был последний вопрос. Андрей Владимирович, я говорю вам спасибо, вся команда телеканала Freedom говорит вам спасибо. Мы понимаем, что люди заняты вам. Большое спасибо, благодарим за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.